Друзья, всем привет! Ну что, вы готовы к получению беспрецедентной информации? Это один из самых важнейших материалов, которые я озвучиваю. Один из важнейших материалов, одно из важнейших видео в моей жизни. Я думаю, для кого-то из вас тоже это окажется одним из важнейших материалов, одной из важнейших информаций, которую вы в своей жизни услышите. Итак, позавчера я в приватном канале опубликовал список тем, чтобы участники приватного канала проголосовали, какую тему озвучить в первую очередь. Мы озвучим все эти темы, но начнем с тайн нашего бытия. Расставим точки над «и» конкретно в этом видео. Это вполне нормально, что люди подвергают все сомнению, подвергают все критике, ищут логику, расставляют все параллельно со своими знаниями. Что-то резонирует, что-то не резонирует, что-то принимают, что-то не принимают. Но самый главный вывод, который надо сделать из этого – не нужно требовать доказательств, потому что вы сейчас узнаете истину, и потребность в доказательствах исчезнет. Это истина, которой миллиарды лет. Запоминайте, зарубите себе на носу. И больше таких вопросов не задавайте, потому что в приватном чате бывают вопросы на эту тематику. Я думаю, сейчас множество из этих вопросов отпадет. Смотрите, отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия чего-либо. Откуда такое утверждение возникло? Как его понять человеку? Не обязательно иметь доказательства. Этот мир не такой, как вам кажется. Вы живете в иллюзиях не потому, что у вас не хватает образования. Кто-то глуп, кто-то относится к человекам, кто-то к люду и так далее и тому подобное. Что такое человек? Это в первую очередь млекопитающее. И когда кто-то говорит, что вы умны, останавливайте человека и говорите ему, не надо меня фрагментировать, я не умный, я разумный. Это алхимическая установка. Это первое. Второе. По умолчанию у каждого человека есть интеллект. У растений есть интеллект, у животных есть интеллект, у всего вокруг есть интеллект. Все интеллектуально, все ментально. У человека 8 разновидностей интеллекта. Когда кто-то говорит, разбудите и используйте свой интеллект, это, конечно, очень смешно. Выглядит и звучит так же. В таком случае хранители и вершители всегда спрашивают, о чем речь. О каком интеллекте вы разговариваете? Известных интеллектов 8. Существует еще 4 алхимических. На эту тему мы запишем отдельное видео. По умолчанию человеку дается интеллект. Разум подключается сразу. Разум и ум – это разные вещи. Запоминайте. Думать и мыслить – разные вещи. Понимать и осознавать – это разные вещи. Любить и нравиться – это разные вещи. Говорить и утверждать – это разные вещи. Знать и понимать – это разные вещи. Обладать и владеть – тоже. Это все алхимические понятия. Для вас на обывательском уровне они ничего не значат. Но на алхимическом уровне это значит все. Это говорит о вашем уровне знаний. Говорит о ваших глубинных познаниях. Или о ваших поверхностных познаниях. Почему возникает такой диссонанс? Ну, начнем с того, что все, что вам известно – неправда. Неужели все, спросите вы? Да. Насколько неправда? 99% Или же неправда, или же замусорено, или вот от истины и так далее и тому подобное. Кому это надо, мы будем еще выяснять. Но, скажем так, для человека, для его осознанности, они пытаются, ну, они искусственный интеллект и те, кто управляет нашей галактикой, нашей планетой, они пытаются нас удерживать в рамках изначального уровня. По умолчанию, как у нас вот заходят все программы. Остальное замусоривается, и вы просто проживаете жизнь, как кусок мяса, не узнав, кто вы, что вы, куда вы попали, зачем вы здесь. Эти вопросы миллионы лет не получают ответа. Люди просто пытаются в 5% экзотерических мусорных знаний вдруг поместить 95% эзотерических знаний. Эзотерика – это оккультные знания. Так, за культурой, да, общепринятые. Вот они 5%, а 95% – это все, ну, как бы там, официальная наука не подтверждает, если так совсем грубо. А оккультные знания – это тайные знания. А откуда вообще эти тайны появились? Кому это нужно? Для чего им это нужно? Ритуалы, гематрии и так далее. Людям вообще трудно что-то доказать. Не верят и все. Даже дурдом случился в 20-21 году. И то некоторых до конца не проняло, не разобрались, что же такое было. Все равно им ничего не докажешь. Это говорит только об одном, что уровень этих людей остался на уровне дефолта. Ну, начальный уровень по умолчанию. Теперь далее. Когда вы покупаете компьютер, там есть какие-то функции по умолчанию. Если вы хотите добавить ему функции, вы подключаетесь к интернету и скачиваете обновление. Обновление там или новое ПО какое-то там для необходимых вам манипуляций. И когда вы эти программы в компьютер закидываете, периодически приходит уведомление, что программу нужно обновить. К чему это мы ведем разговор? Смотрите, у всех возникает вопрос. А почему я должен просыпаться в 3.45 утра? Ну, проснулся я, попросил. Не для себя, а для всех остальных. Мира, любви, созидания и прочее. Вы утверждаете, что какая-то энергия со Вселенной к нам поступает. Это так? То есть, что происходит вообще в этот момент? Это очень наивный обывательский подход к делу. Но люди, человеки, на самом деле не виноваты. Поэтому есть учения, есть культы, есть секты, где каждый тянет свое одеяло на себя. Говорит, что вот я истинное учение даю. Другой говорит, нет, я истинное учение даю. В итоге ни хрена не получится, потому что они сами не знают, что они делают и говорят. Это не говорит о том, что хранители и вершители такие крутые. Нет. Они просто хотят, чтобы мы знали. Они просто источник информации. Никакого культа, никаких сект, ничего такого создавать мы не будем. Никаких эгрегоров не надо. Никаких кульбитов там делать не надо. Вам, в принципе, никто не нужен, кроме вас и Всевышнего. Вы сами с усами. Теперь разъясняем, почему нужно просыпаться в 3.45 утра. На вас найдет Эврика. Хотите верьте, хотите нет. В 3.45 утра на протяжении миллиардов лет Всевышний посылает всем свою нисходящую энергию. Благодать. Но это в просторечии. На простом доступном языке, чтобы всем было понятно. Потому что на протяжении миллионов лет человеческие знания были на разном уровне. У кого-то хуже, у кого-то лучше. Зависело от многих факторов. Но нужно было с человеком говорить на каком-то легком доступном языке, чтобы всем было понятно. Поэтому и вот назвали это благодать или там божья благодать называют. Теперь переводим это на более продвинутый уровень. Если вы готовы, конечно. Смотрите, вы являетесь квантовой единицей. Человеческий разум это квантовый суперкомпьютер. А каждому компьютеру и каждой программе нужно обновление. Вот то, что происходит в 3.45 утра, это и есть обновление. Обновление от Всевышнего, можно так назвать. Обновление нашего программного обеспечения. Запомните, объясняем, чтобы вы один раз поняли, для чего это нужно. И, кстати, это уже от меня дополнение. В процессе разговора я поделился своими соображениями. То есть, как я увидел вообще, что можно сделать в этот момент. В этот момент, когда происходит установка, обновление, ты сам можешь внести какие-то коррективы. Ну вот, грубо говоря, если приходит на компьютер, вы устанавливали программы, там вот такие галочки нужно отметить и потом принять. Вот вы, например, две галочки отметили, а третью не стали и нажали принять. Либо, если вы достаточно хороший специалист, можете сами написать какую-то программку, которая как раз в этот момент вместе с этим ПО и установится. Ну, имеется в виду, вот как, например, человек желает чего-то, да, вот как в церковь он идет молиться. А здесь точно так же, ну, это, конечно, может быть делом таким, отдельный навык какой-то нужен. Но вот смысл, я надеюсь, вы поняли. Что помимо того, в 3.45 утра вы получаете благодать свыше, вы еще и сами можете поучаствовать в установке этого ПО, в установке этой благодати, поставив или наоборот отменив нужные вам галочки. Совершенно верно, сказал наш источник. Вы сами программисты своей жизни. Есть нейронные связи по умолчанию, а остальные можно переделывать, переиначивать. Что хотите, вы можете сделать со своим разумом, со своими мозгами, со своим умом и со своим мышлением. В помощь этому всегда посылается обновление или благодать. Неужели мы до того компьютера, что нам нужно обновление, вы можете спросить. Да, говорит наш источник. И получая такие обновления, уровень вашего разума повышается. Замечаете вы это или нет? Вы все равно будете это замечать, вы почувствуете это. Вы начнете замечать, и даже если вы не начнете замечать, другие начнут замечать. Потому что вы становитесь другими, вы становитесь более продвинутыми, ваши слова бывают более осмысленными, вы становитесь более осознанными. Вы к вещам, к людям, к природе, к вселенной начинаете относиться по-другому. У вас эмпатия принимает крайние меры. Ваша любовь становится все глубже и безграничнее, и безусловнее. Вы сами становитесь безграничнее. И самое главное – это процесс. Эта нисходящая энергия помогает вам меняться, потому что все меняется. Мобилис инмобили. Подвижное в подвижной среде. Вселенная меняется, все меняется, независимо, еще раз от того, хотите вы этого или нет. Многие называют это квантовым переходом, что переформатируется все до последнего атома. Все переформатируется, все поднимется на более высокий вибрационный уровень. Ритмика поменяется, вибрации поменяются, волновые эффекты поменяются. Далее в процессе разговора я задал вопрос, точнее поделился своими мыслями по поводу вот этих изменений. И обратил внимание, как я под общим потоком информации, которую я получаю в беседах, которую публикует наш источник на канале «Хранители-вершители» и «Гиперборея». У меня возникают какие-то новые ощущения, какое-то новое осознание происходящего. И на это наш источник сказал. Видишь, ты сам меняешься под воздействием полученной информации. И, соответственно, все зрители тоже, получая эту информацию через мои каналы, обновляются через вот это вот подключение к моим каналам. Не знаю, как правильно это сказать. На визуальном, там, на ментальном уровне это происходит. Но мы с вами, дорогие друзья, вместе как раз являемся вот теми звеньями цепи, нам приходит информация. И мы все так или иначе эту информацию воспринимаем. И, соответственно, меняемся. Как я считаю, эти изменения проходят в правильном направлении у нас. Так что будьте на связи, дорогие друзья. Именно так это работает, с чем я вас и поздравляю, кстати говоря. Итак, если человек – это квантовый компьютер, каждый из нас квантовая единица, то есть, например, компьютер или ноутбук, который уже морально и физически себя изжил. Мы его можем поддержать в каком-то рабочем состоянии. Но что для этого нужно? Нужно, опять же, обновление, изменение параметров каких-то. Ну и замена деталей в том числе. В случае человека это все возможно. И вы можете ментально себя исцелить. И морально, и физически, и духовно, и душевно. Вы можете делать с собой все, что вам захочется. Вы можете прожить столько, сколько вы захотите. Будут вам говорить, что это не так, это дичь. Нет, это не дичь, это правда. И поэтому 3.45 утра. Нас еще раз приглашают в объятия Всевышнего. Мы же вам не говорили, говорит наш источник, дайте нам деньги, приходите в какую-то секту, мы там построим какой-то храм, мы будем в этом храме пастырями, а вы будете овцами. Разве об этом когда-либо был у нас разговор? Нет. Вам путь показали, вот идите, кому интересно, и сами занимайтесь. Никто вам никаких заклинаний или мантр давать не будет. Все зависит от вас самих. Никаких ритуалов проводить не надо. Жертв приносить тоже Всевышнему жертвы не нужны. А что нужно? Слушайте внимательно. Открываем вам тайну. Нужно только ваше присутствие. Многие люди не присутствуют в своей жизни. Они как зомби. Нужно ваше присутствие, нужна ваша осознанность. Мы вас не призываем идти на баррикады, там сваливать власть или что-то в этом роде. Просто будьте человеком и присутствуйте в этой жизни. Я есть – это манифестация. Это алхимия ментальности. Вы как бы заявляете. Всевышний, я присутствую, я готов. Когда ты просишь что-то для других, у тебя открываются свои порталы души. Через эти порталы души все, что нужно для жизни – обновление ПО, пакеты по безопасности и так далее – все будет. А когда себя полюбишь, ну, прежде чем полюбить кого-то, нужно сначала полюбить себя, это чувство осознать. И вот когда себя полюбишь, это уже переход на уровень выше. А на сколько уровней вообще вы можете подняться? Да на какой хотите. Барьеров нет. Также кто-то, может, думает, а вот я плохое что-то совершил, и Всевышний от меня отвернется. Что за глупость, ребята? Всевышний терпелив и всемилостив. Он всех зовет к себе. А куда он зовет нас? Он зовет нас к любви, к осознанности, к присутствию, к эмпатии, к милосердию. Главное – оставайтесь человеком, не теряйте себя. В этой жизни очень трудно остаться человеком. А теперь вернемся к иным. Мы находим принципы Гермеса Трисмегиста. К одному из них привлекаем ваше внимание. И на вас найдет озарение. Что вверху, то и внизу есть такой принцип у Гермеса Трисмегиста. Они всегда копируют человека. Копируют матрицу Всевышнего. Копируют все. Если есть белое, значит, есть черное. Если есть дерево с ветками и листьями, значит, у этого дерева есть корни. Поэтому, если Всевышний нас поддерживает таким образом, что каждому дается обновление в 3.45 утра, то и они держат всех людей точно такими же обновлениями, но своих программ на своем низком уровне. Для этого существуют все эти культы, секты и так далее. Где вас точно так же программируют, только иные или искусственный интеллект, и настраивают вам понятийный аппарат, мировоззрение, ваш разум и так далее. Притом настраивают на особый алгоритм работы, чтобы вы потом за новыми обновлениями к ним же и приходили. И работает это по принципу, пришло к вам обновление на телефон, вы галочку поставили, нажали принять, дали разрешение, и оно установилось. Вот и так же человек. Сам своими ногами все, кто пришел, то есть кнопочку принять нажал, принял и согласился. И вот их задача, чтобы вы оставались на уровне по умолчанию, не продвигались к осознанности. А они помогут вам в этом своими программами. А если все вокруг осознают, проявится присутствие в этой жизни. Войны прекратятся, появится эмпатия, появится много людей, образование будет зашкаливать, все будут очень разумны, наука пойдет по совершенно другому пути. Деньги исчезнут, жадность исчезнет, так как не будет надобности в этом у людей. И это, кстати говоря, и есть будущее. Нам нужно к этому будущему дойти, а сюда мы возвращаемся в наше время, чтобы построить свой чудный мир. А они возвращаются сюда, чтобы построить свой дебильный мир. И в этот же мир они нас хотят погрузить. Я думаю, понятно, дорогие друзья, какие обновления нам стоит принимать, а от каких лучше отказаться. Ну, в заключении, вот вам еще вишенка на торте, точнее, доказательство для тех, кто еще не утвердился в своих мыслях, да, после получения нашей информации. Вот вам еще одно доказательство, которое, ну, я думаю, заставит задуматься даже самых отъявленных скептиков, которые скажут, что ты нам тут несешь. Пост с телеграм-канала Гиперборея опубликовал его наш источник 25 октября. NASA отправила патч программного обеспечения на 12 миллиардов миль на Voyager 2. NASA надеется устранить сбой, из-за которого данные Voyager 1 были искажены на несколько месяцев в 2022 году. Я с самого начала, друзья, сомневался в том, что до каждого человека сможет дойти та информация, которую я озвучиваю в этом видео, потому что не каждый человек, программист, имеет дело с компьютерами. Поэтому я попытался донести в максимально упрощенной форме эту информацию. Но люди, которые работают с компьютерами, в том числе программисты, они должны, по моему мнению, очень глубоко понять вообще, о чем идет речь. И скажу больше этой информации, если ее правильно использовать, на ней можно заработать очень большие деньги. Но речь у нас не про деньги, речь про технические возможности. Вот то, что я вам сейчас зачитал. Давайте внимательно еще раз посмотрим, что написано. NASA отправила патч программного обеспечения на 12 миллиардов миль. 12 миллиардов миль, представляете, что это такое? Ну, 15 примерно, может, больше миллиардов километров. Вот как вы думаете, патч с программным обеспечением, ну, как вам на телефон пришло, обновление какого-то приложения, вы на кнопочку нажали и видите, как это обновление скачивается. Но вы это обновление получаете либо с Wi-Fi, либо с вышек 4G. Ну, вышка на сколько она работает? На несколько километров, да? Ну, есть сейчас Starlink, космическая связь, которая там из космоса, с околоземной орбиты обеспечивает связь. А теперь представьте 12 миллиардов миль. Какое должно быть оборудование, чтобы оно смогло обеспечить доставку вот этого пакета информации на такое расстояние? Ну, в официальной земной жизни, по крайней мере, мы таким оборудованием нигде не пользуемся. Но вот в космосе такое возможно. Ну, и это не главное в этой новости. Задумайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Можете посмотреть, когда был вообще отправлен Voyager 1. Это уже несколько десятков лет назад. Теперь задумайтесь, какое же должно было быть оборудование, установленное еще несколько десятков лет назад, чтобы оно смогло принять сигнал, который будет посылаться сейчас через 12 миллиардов миль. Оно еще должно прийти. Этот компьютер должен это принять и установить. Хотя, когда запускался Voyager 1, не было еще даже сотовых телефонов, по-моему, насколько я помню. Так что вот представьте возможность человека двуногого, еще некоторые до сих пор в Африке с копьями на животных охотятся, бегают аборигены. А кто-то вот может создать такое программное обеспечение и такой космолет, который будет связью обеспечен на расстоянии 12 миллиардов миль. Задумайтесь просто и оцените вообще то, что нам показывают. Это же новости официальные. Нам таким образом показывают, задумайтесь, какие на самом деле есть у человечества технологии. Ну, а я вас призываю, соответственно, наш источник, задуматься. Если вот этот двуногий человек может вот такое вот исполнить, насколько трудно Всевышнему исполнить вот такое вот обновление, о котором я вам повествовал в этом видео. Это очень важная информация, дорогие друзья. Я думаю, у многих из вас наступит такой момент озарения. Поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями. Я всем своим друзьям сейчас разошлю в личку. Я желаю, чтобы они все это видео посмотрели. Если вы хотите поделиться со своими друзьями, также поделитесь этим видео. Это очень и очень важная информация. На этом у меня пока все. Доброго вам бытия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok